Да, я посмотрела на себя в зеркало. Привет, меня зовут Ира. Это мое первое видео, которое я делала в таком формате для YouTube. Сегодня впервые мы будем делать обзор вот этой косметики, которую я вчера купила. Я, может быть, попалась на маркетинговые уловки, но я все-таки надеюсь, что это что-то очень хорошее, и сейчас мы увидим какой-то невероятный результат. Итак, вот такая у меня была коробка, довольно большая. В этой коробке вот так вот все запаковано. Четыре большие баночки, одна маленькая баночка, три кисточки, это надо распаковать. Вот, я, наверное, полгода хотела это попробовать, потому что то слышала, то видела, но решила, что пора купить вчера. Я уже нанесла на лицо праймер, который шел вот пробником, один миллиграмм всего. Вот так вот он был прикреплен. Я могу сказать, что от праймера я не в восторге, то есть это снова под макияж. Вот я долго не могла понять, какое у меня ощущение он вызывает. Он у меня вызывает ощущение, вы знаете, когда вот... Он, во-первых, очень странный, жирный. Я думаю, что вот если проводить рукой по стене, которая побелена, вот примерно, вот мне кажется, что я вот сейчас провожу, и у меня сейчас будет белая на руках. Но нет. То есть довольно странный, странный этот, странный праймер основа под макияж. Но они рекомендуют его под эту косметику. Может быть, он действительно хороший, может я просто ошибаюсь. Так, у меня первый вопрос. Не могу открыть одну кисточку. Здесь в наборе у нас две основы. Один, они говорят, warmth, то есть хорошие кисточки. То есть это как бронзант, или же, если в больших количествах это использовать, то это можно использовать как румяна. Вот, но он все-таки бронзового цвета. Я сейчас заколю свои волосы, чтобы не мешать. Я люблю розовый. То есть надо, если мне очень сильно понравится эта косметика, то придется мне покупать себе розовые румяна. Три кисточки. Кисточки действительно очень приятные. Прошу прощения за мой голос, я заболела. Но я должна это сделать для женской части населения Украины и всех, кто меня видит. Вот, это очень хорошие кисточки, она натуральная. То есть это, они говорят, кисточка для легкого или среднего покрытия. Это тоже хорошая. А кисточка для более плотного покрытия. Это кисточка консилер. Очень похожа на мою кисточку для теней. Я думаю, есть. Но не важно. Вот. Они говорят, что... Мы... Как это действует? Так. Мириал Уэйл. Это не то. Я хочу сначала начать, как я обычно делаю, с консилера. Это надо как-то открыть. Говорят, что можно это делать уже на основу, наносить этот консилер. Можно делать перед основой. Я привыкла делать перед основой. И этот же консилер... О! Можно... Можно наносить под глаза. Сейчас мы попробуем. Я без макияжа сегодня абсолютно. Я действительно надеюсь, что записывает. Так. Надо чуть-чуть. Система такая. То есть мы берем кисточку. Вот так вот я чуть-чуть наложила. И это все должно впитаться в кисточку. Весь остаток нужно снять, чтобы на кисточке не было видимых минералов. И мы наносим. Надо больше. У меня экзамены. Я выгляжу не очень хорошо сейчас. Вот. Но это никаких... No excuses. Должны действовать для всех типов кожи, правильно? Вернее, для всех типов кожи, для всех ситуаций. Потому что мы привыкли на косметику рассчитывать. Вот. Получается, что эти все минералы, как говорят, можно миксовать между собой. То есть абсолютно... Они подлежат тому, чтобы их можно было смешивать. Вот так даже будет лучше. Надеюсь, что мальчики уже давно выключили это видео и не смотрят. Вот. У меня кожа подвержена всяким аллергиям, раздражениям. Вот, например, одно из них. Ну, это опять же... Все типы кожи... Значит, все типы кожи должны... Должны быть... Ну, ладно, можно еще будет попробовать потом. Ну, какой-то минимальный эффект есть, но не могу сказать, что он супер-пупер. Консилер. Я надеюсь, это консилер. Биск. Да, это называется Биск. Окей. Будем считать, что мы закончили. Ага. Значит, у нас есть два типа... Два типа тона. У меня кожа светлая. И мне дали светлый стартовый пакет. Он сто... У меня сорок пять фунтов. Одна вот такая, такого же размера коробочка. Сто двадцать два фунта. То есть, довольно... Намного лучше покупать. В... Ну, лучше покупать в комплекте. Здесь еще три кисточки. Кисточки действительно хорошие. Так, значит, мы берем... Попробуем легкую. Я взяла вот столько. Попробуем легкую кисточку. И наносим. Что я вижу даже сейчас, это в принципе... В принципе, у меня кожа лица начинает приобретать какой-то натуральный оттенок. Не такой бледный. И в принципе, ровно ложится. Так, что у нас еще? Я не могу сказать, что я ощущаю... Вот... Что он кремообразный. Хотя... Хотя в магазине действительно, когда на мне это пробовали, я действительно поняла, что он кремообразный. Может, пальцами? Ну, да, вот. Вот. Видим.